Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире программа «Откровенный разговор». С вами я, Гила Васадзе, и сегодня у нас на связи из Тбилиси Гия Ноди, политический аналитик, философ. Здравствуйте, Гия, очень приятно видеть вас в нашей программе. Здравствуйте, здравствуйте, Гила. И от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем независимости Грузии, 26 мая, для нас самый главный государственный праздник, наверное, в Грузии. Спасибо, спасибо вас также и поздравляю всех зрителей, для которых это тоже праздник. 26 мая 2018 года Грузия получила независимость, причем эта независимость была получена достаточно неожиданно. Насколько важна для нас эта дата, ведь мы все еще первая республика, ведь у некоторых уже пять сменилось, а мы все еще первая. Ну, важно, это день рождения государства, государства современного типа, так что для любых, для таких государств всегда важна эта дата для того, чтобы как-то вот что-то подытожить, что-то осмыслить. Тем более, что хотя мы уже существуем, ну, начиная с 2018 года прошло много времени, конечно, но как, так сказать, после восстановления независимости тоже прошло достаточно много времени, поэтому есть о чем подумать, хотя мы все равно не считаем, как бы, что мы полностью состоялись, как бы, как страна, все еще чего-то не хватает, все еще что-то непонятное, это, конечно, касается и территориального вопроса, но не только его, то есть как-то мы считаем, что вот мы еще не определились, какого рода мы страна, несмотря на то, что прошло достаточно много времени. Если восстанавливали государственную независимость, почему все-таки это сделали 9 апреля, а не в том же 26 мая, что было бы символично, тем более, что мы восстанавливали первую республику? Ну, мы любим символы, конечно, 26 мая это символическая дата, но 9 апреля тоже уже было символической датой, то есть когда приняли решение о восстановлении, это было 9 мая 1991 года, но это было двухлетие, скажем, после 9 мая 1989 года, когда, ну, как бы, символический народ, уже новое поколение, скажем, совсем молодое поколение, можно сказать, заявило о своей воле к независимости и принесло жертвы за эту идею, да, вот, поэтому, видимо, вот эта символика оказалась более важной, в том смысле, что, конечно, важно очень, что в 18-м году был прецедент независимости, но не менее важно, что новое поколение тоже показало, что для нас независимость как бы необходима, что любой шанс достижения независимости следует использовать, поэтому, вот, 9 апреля было избрано именно поэтому. Как вы относитесь к этой теории, то, что восстановили Первую республику, это было еще одним драйвером для Абхазии, так называемой Южной Осетии? Нет, я не думаю, для них все равно это, в любом случае, у них была автономия, то есть, у них была определенная административная, скажем так, административная организация, у них было самосознание того, что, как бы, вот такой двойной статус, с одной стороны, они подчиняются Твилиси, с другой стороны, Москве, вот, я имею в виду, в Советском Союзе, и у них были те претензии, которые были, и те амбиции, которые были, так что и у России, конечно, была воля к тому, чтобы использовать эти противоречия, которые существовали и существовали в советское время, так что, нет, я не думаю, что это как-то ослабило наши позиции, или, скорее, я считаю, наоборот, поскольку восстановление Первой Республики, это был, опять-таки, не просто символический акт, но важен он был и в юридическом смысле, в правом смысле, ведь Первую Республику, как бы, вот, не отменяли на самом деле, ну, с одной стороны, конечно, фактически ее отменили, это было актом, актом насилия, но со стороны большевистской России, но даже большевистская Россия в каком-то смысле, скажем, проявила уважение к тому факту, хотя бы формально, что вот существовала Грузия как государство, как единица, которую признали и большевики в мае 1920 года, так что символически эта Грузия формально не была стерта, она как бы вот, ну, присоединилась к Советскому Союзу, сохраняя право от него отделиться, да, то есть это была фикция, конечно, в советское время, но, тем не менее, при изменении политической ситуации, политической конъюнктуры, эта фикция стала чем-то реальной, да, так что и та Грузия, которую большевистская Россия признала как независимое государство, которая потом вошла в состав СССР, она включала в себя и Южную Абхазию, и то есть и Абхазию, и Южную Осетию, так что это скорее укрепляло наши правовые позиции в этих конфликтах. Это оказалось, это оказалось недостаточно по факту, скажем, да, но, по крайней мере, то, что международное сообщество признает эти территории частью Грузии, ну, для этого, как сказать, основа этого, фундамент этого был заложен еще во времена Первой Республики. Вы упомянули советский период в истории Грузии, это, скажем так, из этой песни слов не выкинешь, это большой период, большой пласт нашей истории, так или иначе. В этот период грузинский национальный проект, несмотря на проект сформирования современной политической нации Грузии, Грузии, он проходил и как он проходил? Это очень важный момент, на мой взгляд, потому что вы же подошли уже к 1991 году, не с данными 2018 года, а данными того самого периода, очень тяжелого. Да, конечно, и я думаю, что этот период его нельзя оценивать однозначно, как, скажем, с точки зрения формирования грузинской нации, потому что мы, вы упомянули, что в 2018 году объявление независимости было неожиданно, во многом не подготовлено, то есть не было, ну, и во главе правительства оказались меньшевики, социал-демократы, которые, в общем-то, не боролись за независимость, они не считали это своей целью, а восстановление независимости, это уже было как бы венцом, ну, такого достаточно широкого общественного движения, которое было направлено на достижение независимости, так что общество, возможно, все равно не было готово к тому, чтобы иметь реальную государственность, к сожалению, так оказалось, но, во всяком случае, психологически мы уже считали, были настроены на то, что независимость является единственно приемлемым, скажем, образом политической жизни для Грузии, чего не было в 2018 году, и вот, несмотря на советский тоталитарный строй, на идеологию проэтажского интернационализма, тем не менее, парадоксальным образом оказалось так, что идея независимой Грузии во многом созрела, как идея именно в советское время, и этому помогло и то, что было все-таки всеобщая система образования на грузинском языке, конечно, кто-то мог выбрать и русский, но в основном, так сказать, все люди, которые хотели, могли получить образование на грузинском языке, и это очень важно для формирования государственности, мы, возможно, не слишком учили, скажем, грузинскую историю, это был какой-то такой вспомогательный предмет в то время в советских школах, но учили грузинскую литературу, так что сам этот факт был очень важен для развития грузинского самосознания, были средства массовой информации на грузинском языке, конечно, они говорили про коммунизм, и про проэтажский интернационализм, но тем не менее, по крайней мере, все мы читали обычно последние страницы газет, где были сообщения про спорт, это было самым интересным в тех газетах, и болели за ответственное «Динамо» и так далее, вот многие вот эти вещи, которые, на первый взгляд, не политические, может быть, они способствовали формированию национального сознания в советские годы. Ну, несомненно, у меня был один знакомый, к сожалению, его уже нет, он достаточно в пожилом возрасте скончался, а вот он болел за все виды спорта, но только обязательно те, где участвуют грузины. Вот если хотя бы один грузин участвовал, тогда он болел, и это было тоже как бы моментом национальной гордости, я уже не говорю про культуру, про экспорт, культуру, причем не только в рамках Советского Союза, но и за рубежом, мы же тоже за рубеж, тоже не с ним. Да-да, конечно, то есть появились вот символы, у нас не было грузинского правительства как такового, не было там грузинских посольств, не было на самом деле грузинского флага, там гимна и так далее, но было Тубилисское Динамо, был ансамбль Сухишвили и Рамишвили, была там грузинская опера и, скажем так, звезды грузинской оперы, было грузинское кино, которое было достаточно известно за рубежом, не для массового зрителя, может быть, но для любителей, скажем так, такого арт-хауса, да, то есть у нас было чем гордиться и с чем соотносить себя как нации. В Грузии сформировались политики, в принципе, как и во всех нормальных странах, на улицах. Первые политики сформировались на улицах в уличной борьбе. И все-таки могло ли быть по-другому? Уж слишком дорогую цену мы заплатили за первые годы независимости, фактически разрушив все, что было. Вот если мы берем советское наследство, даже сейчас, смотря Украину тоже, да, у них было тяжелее с избавлением от советского наследства ментально, но материальную базу советского наследства они сохранили. У нас было разрушено все. Да, ну, мы как-то поняли разрушение Советского Союза буквально, то есть физически решили все разрушить. Ну, трудно сказать, так сказать, как могло было бы быть в другом случае. Факт то, что наша, скажем так, культурная элита, политической элиты не было, она как бы формировалась действительно на улице, но во всех постсоветских странах очень важно было поведение новых альтернативных элит, которые вышли из интеллигенции, вышли иногда из существующей бюрократии, да, и которые, ну, на ходу как бы учились политической деятельности, потом уже государственной деятельности. Вот факт то, что у нас такая элита не сформировалась, что у нас вот когда началась перестройка, очень долго мы спали, вот когда уже в балтийских странах уже были созданы народные фронты и так далее, там они уже думали о том, вот как использовать эти новые шансы, которые вот дала либерализация советского режима, мы просто там ждали, что произойдет, и поэтому у нас инициативу захватила такая, ну, небольшая кучка романтиков, диссидентов, для которых характерен был максимализм, романтист, политический романтизм, но которые так несколько презрительно относились к политическому расчету, к понятию реальности, и хотели всего достичь сразу революционным методом. И вот это, мне кажется, и было причиной того, что такой переход к независимой государственности, он оказался, он произошел в таком, в катастрофическом модусе. И фактически мы потеряли целое десятилетие на то, чтобы вот как-то вот прийти в себя после вот этого огромного шока, который мы получили именно вот в те несколько переходных лет. Я знаю, что многие не любят определение постсовок, но я, кстати, к нему отношусь положительно, и вот почему. Это обидное определение очень. Это очень обидное определение, которое, ну, которым нужно называть те страны, которые правда находятся в постсовке. То есть в постсоветской действительности. Не в том, что когда-то были в Советском Союзе. Балтия тоже была в Советском Союзе. И Литва, и Эстония, и Латвия, но они не постсовок. У нас при Эдуарде Амрусовиче сформировалась система постсовказ. Первый призыв государственных кадров – это партийно-хозяйственная номенкатура, в общем-то. В то же самое время тогда же и были заложены ростки нового политического класса. Да, да, ну, у нас вот, я думаю, в 2000-е годы после революции РОС была, может быть, иллюзия того, что мы вот тоже выходим из того, что вы называете постсовком. Это да, к этому мы еще придем. Я про период Шаварнадзе. А к 2000-е годы бы отдельно. Ну, период Шаварнадзе – это был период, как я сказал, как бы нормализации после шока. То есть, как бы, вот просто прийти в себя. Просто, что вот перестали стрелять на улицах, там вот можно как-то вот вести нормальную жизнь. Это Шаварнадзе удалось лишь отчасти, скажем так, но такое некоторое чувство нормализации было, но это означало так, что также очень заниженные критерии. То есть, ну вот, вот как-то вот сохранять существование практически. Как стране, страна просто вот существовала. Да, она не была на каждый день на грани какой-то катастрофы. Вот этого смог достичь Шаварнадзе. И поэтому какие-то вот формальные структуры государственности существовали. Ну, они были совершенно неэффективны. Ну, вот именно это я имею в виду, что мы потеряли целое десятилетие. Просто вот пытаясь соответствовать этим очень заниженным требованиям, которые мы сами поставили перед Шаварнадзе после вот этой катастрофы. Вот выхода из катастрофы, которые все равно не смогли, все равно было темно и холодно и так далее. Но, ну, по крайней мере, уже не стреляли на улицах. И это как бы уже достижение. То есть, вот на это мы потратили больше десяти лет. Лишь бы не было страшно выходить на улицу и там отпускать ребенка и так далее. Это очень важный момент, важный момент безопасности. Знаете, я раньше избегал этого говорить. Ну, сейчас уже Шаварнадзе нет живых и так далее. Если бы Шаварнадзе погиб бы во время теракта в феврале 98-го года, какова вероятность того, что он вошел бы в историю Грузии героем? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Потому что именно вот начиная к этому времени Шаварнадзе себя исчерпал. После 98-го года и вот этого теракта, это как бы для меня такая вот символическая разделительная линия, началась опять деградация режима Шаварнадзе. До того был какой-то прогресс, какой-то экономический рост, становилось немножко лучше. Но в последние годы это была уже деградация его власти. Я не знаю, конечно, что случилось бы на второй день после его гибели, если бы она была. Но то, что Шаварнадзе остался бы однозначно героем, я уверен. В этом я уверен. Кстати, теракт 98-го года, я тогда жил на улице Гургасарной, именно он происходил буквально на моих глазах. Я там выскочил, чуть ли не побежал смотреть, на что мне мой сосед сказал, подожди, Гена. Шаварнадзе спасется, нас убьют. Давай, Грит. Давай, Саварнадзе. Насколько для вас вот лично была неожиданной результаты, первые результаты революции РОСССКИЙ? Я должен сказать, что они были неожиданные. Многие люди говорят, что они вот ожидали, что все будет замечательно, будет там настоящая демократия, и потом они были разочарованы. Но, честно говоря, для меня вот первые годы, особенно после эволюции РОССКИЙ, они превзошли мои ожидания. Я, конечно, ожидал прогресса, ожидал улучшения, но я не ожидал того, что вот несколько лет будут заложены основы реальной функциональной государственности, что мы перестанем быть страной, где государственные службы, скажем, основаны на коррупции, где коррупция – это не от ланей, не от нормы, но норма, и где государство может выполнять задачи, которые нужны гражданам, скажем так. То есть это был период очень быстрого прогресса, и я, честно говоря, его не представлял себе заранее, до того, как все это произошло. Да, вот аналогично было. У меня была какая-то надежда на то, что, может быть, что-то улучшится, но то, что мы сумеем, сможем строить современные государственные институты, для меня было, конечно, тоже открытием. Не смотря на то, что я с энтузиазмом сам старался в этом как-то принимать участие. Как и вы, кстати. Да, но это было так же, фактически это был важный период, важная эпоха, в том смысле, что у нас поднялась как бы национальная самооценка. Это не просто то, что кто-то там создал какое-то хорошее министерство или провел хорошую реформу, что мы, как нации, способны на большее. То, чего у нас не было в 90-е годы, мы думали, что да, у нас коррупция, но мы по-другому не умеем, у нас по-другому не получится. Оказалось, это возможно. То есть у нас поднялась и самооценка, но и мы стали оценивать себя по более высоким стандартам после этого. Вы знаете, на самом деле это абсолютно так, и я скажу большее, когда мне сегодня кто-нибудь говорит, что вот в их стране, ну в какой-то там, N-стране, не будем называть, это невозможно, потому что, ну вот, традиция такая, история и так далее. Я всегда говорю, что, ребята, если получилось у нас, то у вас должно получиться. По-другому не может быть. Лариса Буракова, вы с ней знакомы, да, тоже? Ну, не то, что близко, но да. Да, да, потому что в благодарности книги «Почему у Грузии получилось» я читал и вашей, поэтому я и говорю, что вы с ней дали века знакомы. Ну, то есть, знаете, вот она написала книгу «Почему у Грузии получилось», и многие критикуют эту книгу. Мне книга нравится. Мне книга нравится, потому что в ней достаточно просто описано то, что происходило тогда. Позитив. Почему же потом у нас не получилось? Ну, ну, да, трудно сказать, но, ну, то, что получилось, это было результатом такого рывка, скажем, которого, во главе которого стояло, конечно, небольшое количество людей, и, мне кажется, вот какая-то небольшая часть общества, как бы, достигла многого, да, но немножко оторвалась от основной массы, скажем так, и это вызвало, ну, возможно, не всегда иногда рациональную реакцию, такого отторжения вот этих изменений, которые произошли. Ну, были, конечно, и справедливые претензии, но они не могли не быть, да, так что вот, ну, как бы, эти изменения, они, с одной стороны, однозначно были позитивные, и большинство людей не хотят обратно в коррупцию и обратно там в темноту и там и так далее, но психологически, тем не менее, это оказалось, ну, сложно перенести, видимо, многим людям, потому что от общества, вот, то правительство, оно было как-то какое-то такое неугомонное, неспокойное, оно все время требовало чего-то, какого-то быстрого прогресса, что вот мы, чего-то нужно было достичь, и очень быстро, то есть, такое чувство напряженности было постоянное, витало в воздухе, и вот этот темп, эта напряженность, она оказалась, я думаю, ее стало трудно переносить для многих людей, и, ну, появилось желание как бы успокоиться, расслабиться, вот, ну, просто так вот жить, без особых там каких-то высоких целей, и на этом, на этой волне, ну, мы знаем, что много всего произошло, но много было причин различных, почему большая часть общества как бы отторгла вот ту власть, которая принесла те изменения, которые у нас были, и мы получили вот такую новую власть, которая, ну, лично мне не очень, очень, очень не нравится, я не могу сказать, что не очень нравится, скорее, очень не нравится, но она принесла такое чувство спокойствия, она дала людям расслабиться, и до сих пор ее за это ценят, что вот, и поэтому, мне кажется, она реально остается у власти, несмотря на то, что к ней у многих людей много претензий, но тем не менее, вот это спокойствие, которое немножко болотистое такое спокойствие, все равно оно людям нравится, многим людям, или, по крайней мере, даже если не нравится, они все равно боятся неопределенности, которая может быть связана с изменениями, даже прогрессивными изменениями. 2004 год, революция Росваджарии, где-то июнь месяц перед, а, нет, уже где-то август месяц, то есть выборы только прошли, и я встретился, я не знаю, наверняка вы с ним были знакомы, знакомы с ним, Матис Йорш был такой представитель. Да-да-да. Вот была встреча с Матисом Йоршем, и, значит, он задавал, а как раз была принята Конституция, вот, вот что было. И Конституция, в которой было очень мало, от автономии, честно говоря. И когда он начал задавать очень неудобные вопросы, и вот он спросил такую вещь, почему вот так у вас, почему вы вот такую Конституцию приняли, почему у вас такая централизация, я не нашел ничего лучшего, как сказать ему, что у нас постреволюционная ситуация. Он улыбнулся и сказал, Ген, а вы можете мне сказать, когда у вас закончится постреволюционная ситуация? И тут я понял, что сказать я ему ничего не могу, но я сказал ему, через два года. Вот пускай докажите мне, что через два года она не закончится, и потом все будет нормально. Он меня потом, он понял, конечно, ответ, и он меня потом отвел в сторону и сказал, Ген, я единственное, что хочу вам сказать, что я не хочу, чтобы вы допускали те ошибки, которые допустила моя страна. На что мне пришлось ему ответить. Уважаемый матец, уверяю вас, если мы допустим только те ошибки, которые допустила ваша страна, я буду счастлив. Но, к сожалению, у нас будет еще какое-то наполнение ко всему еще и наших ошибок. Поэтому вопрос, вот такое длинное предисловие, вопрос у меня следующий. Не было ли то, что вот была такая жесткая вертикаль, я понимаю, что продвигались новые идеи, что было очень, очень мало было людей, которые эти новые идеи просто воспринимали, но не была ли вот эта жесткая вертикаль, тем самым губительным, то, что в итоге привело вот к тому, что мы сейчас имеем? Не было, не дефицит демократии, то, что называется. Дефицит демократии был, да, без сомнения, но можно ли сказать, что именно это привело к тому, что мы имеем сейчас дефицит демократии в другом несколько ракурсе, да? Нет, я думаю, демократия, я считаю, что демократия, она не строится сверху. То есть пришло революционное такое правительство, революционное по своему пафосу и, так сказать, культуре, если хотите, которое понимало свою задачу в том, чтобы быстро использовать тот мандат доверия, который сама революция, сам факт революции принес. принес. И, ну, они считали, что, так сказать, некоторое время такая централизация, она оправдана, потому что быстрые решения или быстрые результаты могут быть достигнуты только вот в условиях такой централизации. И в этом был свой резон. Конечно, следующий этап, который как бы теоретически предусматривался, он должен был быть выходом из этой централизации. То есть даже тогда говорилось в самом начале, когда вот наша конституция принималась, я имею в виду общенациональная конституция в феврале 2004 года, что вот это такая вот суперпрезидентская система, она там на 7-8 лет, поскольку нужны вот быстрые изменения, а потом мы как-то вот это изменим. Фактически так и получилось на самом деле. Мы перешли, именно в 2010 году был принят новый вариант конституции, который был более такой ну смешанный, но фактически это парламентская система была уже тогда. Да, но демократию создает все-таки не конституция, не текст конституции, не формальные нормы. Демократию создает вот какая-то политическая культура определенная, какие-то политические навыки, политический опыт наличия, различных социальных сил. Проблема того правительства была не просто в том, что они там люди были авторитарные, там Миша был авторитарным, хотя, конечно, у него лично есть действительно наклонности к единоличной власти, но в том, что у них не было противовеса, в том, что общество не смогло создать убедительного противовеса, да, то есть был один миллиардер под Аркасишвили и был второй, потом появился миллиардер Беджина Иванишвили, вот, и между ними, то есть кроме них, как бы, не было никакой политической силы, которая могла служить противовесом власти. И была еще церковь, которая была единственной социальной силой, которая тоже была, тоже служила противовесом. То есть общество смогло создать противовес только в лице церкви, с одной стороны, и с другой стороны, это, конечно, не общество создало, но было двое миллиардеров, так сказать, которые неизвестно каким образом богатели в России в 90-х годах. И как там богатели люди, как там становились люди миллиардерами, это мы так примерно себе представляем, не совсем такими нормальными способами. И кроме этого, фактически реального противовеса власти не было. Поэтому мне кажется, что я не хочу обелять миг Саакашвили или национальное движение, они допустили свое, так сказать, достаточное количество ошибок и так далее. Но когда у тебя нет противовеса действительно реального, и когда твои противники, они как бы такого рода действуют таким образом, что дают определенные основания их не слишком уважать, скажем так, да, ну, трудно удержаться от определенных соблазнов, которые приносит власть. И, конечно, та власть не удержалась от многих соблазнов, я имею в виду не коррупцию и так далее, но я имею в виду, скажем, злоупотребление этой властью. В принципе, я часто задавал себе вопрос и продолжаю задавать. Если бы в свое время, вот, в 2004 году, ну, в 2004 году, партия, партия узора обоживания не объединяли бы с партией Михаила Царкашвили, а сделали бы коалиционное правительство, вот здесь националы, здесь демократы. Даже, я помню, в свое время было такое название, должно было быть национал-демократы МАЗДЭМ. И я, честно говоря, я-то был в то время в НАСДВИЖЕНИЕ, и я, честно говоря, слабо воспринимал это название и очень обрадовался, когда сказали, потому что пусть будет национальное движение, пускай остается. Но, в общем и в целом, вот сегодня, уже с высоты прошутых лет, я тебе задаю вопрос, а если бы, тогда бы не объединились если бы тогда были бы эти две партии, может быть, тогда бы что-нибудь получилось. Или это тоже не создается так демократия? Нет, я не думаю. Тогда я так понимаю, я не был, особенно, так сказать, в узком кругу, люди, которые принимали решение, но лидеры демократов, то есть, ну, Зурабжване, фактически, тоже хотели этого объединения. Да, хотели, конечно, хотели, я говорю, хотели все. Такой воли к такому вот внутреннему плюрализму на самом деле не было, то есть, был расчет на то, что будет баланс не между партиями, а скорее между личностями Саакашвили и Жвания, но мы знаем, что произошло из этого, тем не менее, были трения, скажем так, неформальные трения между бывшими демократами, командой Жвания и командой Саакашвили, это тоже было, так что всегда, очень трудно себе представить, что было бы, если бы было бы сейчас мы занимаемся альтернативной историей, понятно. Жвания не случилось, то, что случилось, да, но я все-таки ну, как представитель может академического сообщества смотрю все-таки больше на структурные такие показатели, чем на личностные только личности очень важны в истории, как мы знаем, но если бы не было бы Саакашвили, Жвания многое было бы совершенно по-другому, наверное, но если то, что касается развития демократии и плюрализма, то мне кажется, что главное это наличие различных социальных сил, не просто индивидов и сильных, так сказать, политических лидеров, но каких-то социальных сил и сильных организаций, партий, которых никогда у нас не было и до сих пор нет, и без этого построить такую реальную демократию очень сложно. да, действительно, очень сложно, действительно, вы абсолютно правильно говорили про то, что у нас получилась какая-то литроградная позиция, позиция, которая тянула назад и в конечном итоге, если не утянула, то как минимум поставила на паузу все процессы. Роль, я скажу так, у меня вертится на языке, это марксистское определение национальная буржуазия, национального предпринимательского класса, который у нас есть, мы знакомы со многими его представителями, кое-кто даже успел сходить в политику и даже там присутствуют, почему вот скажем так, представители нашей национальной буржуазии, которые выросли здесь, не которые сделали деньги там, в России, а здесь, которые выросли, почему они не сказали свое слово? Ну, опять же так и видимо все-таки так получилось с самого начала и начиная с 90-х годов, что сами бизнесмены ну сравнительно крупного полета, скажем, они были настроены на то, чтобы что для успешного бизнеса нужна какая-то крыша, то без крыши не получается и что вот всегда было очень трудно им как-то вот устанавливать какие-то горизонтальные связи друг с другом, как бы заботиться о том, что была бы скажем нормальная атмосфера для конкуренции, нет, нет, всегда приоритетом было то, что вот как бы найти крышу, найти политическую поддержку и за счет этой политической поддержки и каких-то привилегий быстро разбогатеть. Да, вот эта ментальность, я никогда не принадлежал классу бизнесменов и я не могу ничего сказать, изнутри я, так сказать, на него не смотрел, но то, что я вижу снаружи, мне кажется, что это так. И поэтому сам класс бизнесменов, он не стремился к независимости от государства, а наоборот, он стремился к использованию государства, использованию каких-то вот личных или политических связей для обогащения. Поэтому мы видим бизнесменов, которые, как вы сказали, ходят в политику, но также переходят из одной партии в другую. То есть для них этот поход в политику является как бы таким вспомогательным средством для укрепления своего бизнеса. И вот эта традиция, которая установилась, вот она пока существует и пока не видно, как ее изменить. Знаете, в 2006 или в 2007 году, но важно, что это было до ноября, до этого кризиса, у меня был разговор с одним из представителей вот этой нашей бизнес-элиты. Причем мы с ним были в дружеских отношениях, не самый бедный человек в Грузии. Я тогда уже понимал, что нужно что-то такое, формирование общества и так далее. И я тогда спросил у него, я говорю, а почему вы очень богатые люди или просто богатые люди не формируете политические партии и так далее. И как раз тогда шел сериал Рим по телеканалу и меди? Но он шел очень поздно, в час ночи. Он мне говорит, слушай, ты слушаешь сериал Рим? Я говорю, не, я говорю, поздно, я говорю, я спать хочу. А я, говорит, смотрю. Он послышал меня, он говорит, не хочется, говорит, спать, а я, говорит, смотрю. И знаешь, что я тебе скажу? Там есть такой момент, говорит, когда какой-то император приходит к власти и рестрикции, то есть списки людей, у которых нужно конфисковать имущество, а их ликвидировать. Он говорит, никто не хочет попасть в рестрикции. Я говорю, да ладно, я говорю. Ну, Ген, но у нас это было оправдание своей собственной неходения социальной активности. Да, ну, это трудно очень сказать. Такие вещи, они создают как бы такой попорочный круг. Да, то есть с одной стороны для бизнеса удобно иметь хорошее отношение с властью и за счет этого топить, скажем, конкурентов, которых нет такого хорошего, таких хороших отношений с властью, но с другой стороны власти тоже выгодно иметь такой бизнес, который к тебе тянется за помощью. Да, и потом уже получается именно так, да, то есть, что власть, то есть, когда у тебя есть какие-то рычаги власти, которым ты привык, ну, очень трудно, так сказать, от этих рычагов отказаться. в данном случае эти рычаги власти, они были рычагами власти над бизнесом. То есть, потом, конечно, те же самые бизнесмены жаловались, что вот там на нас давили и так далее, заставляли нас там какие-то строить, не знаю, дворцы или что-то там такое, финансировать какие-то проекты и так далее, но мне кажется, это не слишком искренне они в этом, потому что тогда вот ну, практически рука руку мыла, да, они, приходилось им тратиться на там реабилитацию Сигнаги или Кутаиси или Ахалсиха там, Рабата и так далее, и никто не хочет тратить деньги, конечно, лишние, но за это они получали какие-то привилегии и в конечном счете они от этого выигрывали и так сказать эта система ну она была как бы взаимовыгодна к этому привыкли и эта взаимовыгодность она как бы развратила обе стороны а когда ушли те сказать ну они те же самые бизнесмены они быстро переориентировались начали жаловаться что вот нас тогда доили к нам плохо относились а вот сейчас мы будем дружить с вами и успешно дружат кто-то успешно а кто-то уже не очень успешно ну да конечно всегда есть кто-то по дороге отпадает выпадает это кстати очень многие бизнесмены сегодня говорят о том что ну вот да тогда было не айс но сейчас общая ситуация общая ситуация в стране это тоже очень важно когда в стране что-то происходит есть возможности для бизнеса когда в стране ничего не происходит то возможности для бизнеса о делах грустных у нас уже к сожалению я имею виду нашу сегодняшнюю реальность у нас к сожалению уже не особо остается времени поговорить потому что ну скажу так но я надеюсь что мы еще неоднократно встретимся и там уже нам придется разговаривать о сегодняшнем дне и о текущих событиях мы так сделали экскурс в историю я думаю что это было правильно поэтому последний вопрос у меня к вам вы видите свет в конце тоннеля а очень хороший вопрос тяжелый вопрос честно говоря конкретного такого луча я пока не вижу я не знаю так сказать как каким образом мы можем выйти из того положения я надеюсь что он есть просто мы его пока не видим надо еще куда-то завернуть и вот когда мы еще куда-то завернем вот я надеюсь что свет появится и мы его увидим что ж ну я единственное что могу сказать три тысячи лет так или иначе я не удревняю нашу историю три тысячи кто-то говорит пять десять не надо три тысячи нам хватает вполне три тысячи лет наши предки так или иначе сохраняли грузию потеряли потом опять восстанавливали но сохраняли я думаю что и наше поколение и поколение наших детей продолжат в том же духе а сегодня праздник и еще раз с праздником еще раз еще раз и будем надеяться на лучшее огромное спасибо и беру с вас обещание вернуться в передачу обязательно спасибо спасибо до свидания до свидания